Девушки-регулировщики Это был танец потрясающий, он произвел сумасшедшее впечатление на зрителей здесь, и он произвел очень серьезное впечатление на зрителей в Москве. Дело дошло до того, что тогдашний министр внутренних дел, помню сейчас, потому что мы были с Самойлом на этой церемонии, Щелоков наградил Годенко за этот танец значком «Отличие в милиции». Годенко удалось по тем временам невероятно соединить сибирский народный танец с мюзиклом. Михаил Семенович признавался, что никогда не видел, как танцуют бродвейские артисты, но элементы бродвей легко прослеживаются и в наших номерах. Как-то Михаил Семенович увидел простой диснеевский мультфильм и тут же создал смешной и захватывающий танец «Птичий двор». Ну и, конечно же, источником вдохновения для мастеров всегда была Сибирь. Ее природа, люди, которые тоже порой создавали шедевры. Красноярск. Родина талантливого коллектива Красноярского государственного ансамбля танца Сибири. Городок – старинная сибирская потеха на Масленице. Такой запечатлел ее в картине «Взятие снежного городка» Василий Иванович Суриков. Веселые зимние игры нашли свое воплощение и в танце Красноярского ансамбля, поставленного по мотивам картины Василия Ивановича Сурикова. Михаил Годенко умер в 91-м году. Самый последний его танец – невероятно нежный вечерний звон, как будто предчувствие скорого ухода и прощания мастера. И когда я его провожал, или мы все последний раз из Красноярска поездом, он уже очень болел, и он мне сказал, а ты не видел мой последний номер, который он только выпустил? Когда я его увидел, на второй день приехали американские апресарио приглашать коллектив уже без Михаила Семеновича на гастроли, и я впервые увидел этот номер. И вот предчувствие от того, что он покидает коллектив, он оставил этим номером какую-то точку в своем творчестве. Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Кичина, Новости ТВК Проект создан при поддержке Енисей Кино